В Шемкенте живет необычная династия водителей. В семье Уразбаевых уже три поколения трудятся в системе пассажирских перевозок. За все эти годы работы никто из них не получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такое тоже бывает, отмечают в автопарке о своей нелегкой, но интересной работе. Уразбаева рассказали нашему корреспонденту в регионе Катерине Попковой. Целый век стажа на семью. В автобусном парке Шемкента трудится уникальная династия. Уразбаева это три поколения за рулем городских автобусов. Они передают друг другу не только мастерство вождения, любовь к профессии, но и водительские истории. Такой случай получился у меня. Вечером график кончил и в базу еду. Один, музыку включил, тихо еду. Вдруг сзади один прибегает. Мы куда приехали? Я испугался. Уже ночь. В виде отношения отца к профессии, сыновья Айдар и Жандар тоже пошли по его стопам. В автопарк устроились сначала в качестве кондукторов, а теперь сами ежедневно проезжают сотни километров по городу за рулем автобуса. Жандар в Шемкенте, Айдар в Астане. Хорошо, что сейчас все автоматизировано. Камеры работают на 360 градусов, и мы видим все, как пассажиры заходят и выходят. Полностью отслеживаем ситуацию. На плечах водителя большая ответственность за судьбу других. У семьи Оразбаевых безупречная репутация. За все время работы никто из них не нарушил правила дорожного движения, отмечают в автопарке. Это особенно впечатляет на фоне сложных условий городского трафика. Талгат Оразбаев вместе со своими сыновьями зарекомендовал себя как примерный водитель. Очень ответственный. На сегодняшний день за ним не зарегистрировано ни одной аварийной ситуации. Ежедневно горожане торопятся по делам, редко задумываясь о тех, кто обеспечивает их перемещение по городу. Однако постоянные пассажиры у Оразбаевых знают своих водителей в лицо. Идешь, допустим, вдруг опаздываешь, там, вижу, стоит, ждет, рассел, поехал. Вот в этом случае мы молодцы. Сейчас в семье подрастает новое поколение. И Оразбаевы не против, чтобы внуки продолжили трудовую традицию. Сфера общественного транспорта испытывает дефицит кадров. И каждый новый водитель на вес золота. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Самат Нагашбеку, Лышимкент, Хабар. Продолжение следует...